Вот, пришла оплата. Так, здесь айпадик. Айпадик. Давайте поработаем. Берите ручку, берите бумажку. Чистый листик. Так, и давайте. Я все чистый листик наделаю. Будете готовы, пишите калюсик в чате. Сейчас будем заниматься финансовым планированием. Коучинга. Финансовым планированием коучинга. Как это не странно звучит, но Светослав пишет. Да, ну вот видно, Светослав, наверное, оплатил. Теперь вот вы купили 15 минут моего времени вебинарного. Это хорошо. Готовы, да? Замечательно. Смотри, делим, берем лист, делим его на три части. Вот так. Пока. Так. Константин Крут мне подсказал по 100 бесплатных сессий и провела уже 65 за прошедший месяц. Чувствую, насколько вырос профессионализм. Просто небо земля по сравнению с тем, что было. Только начинаю. Никогда раньше не консультировал. Уже вижу совершенно глаза девушек, которому работаю и это вдохновляет. Видите? Опять, если систему работать, то она работает. Согласитесь? Так. Ну, давайте. Хорошо. Вот представьте себе. Пойдем с другой стороны. Вот что вам не хватает для идеальной жизни? Давайте мы придумаем себе новых артефактов для жизни. Эй-эй-эй. Секунду. Жизнь. И в бизнесе. Бизнес. Давайте с вами прописывать. Ну, в жизни. Что вам может не хватать? Там какая-то машина. Да, если вы хотите машину поменять. Машина. Это может быть ремонт. Да, это может быть какая-нибудь другая квартира. Или дом. И дача там, не знаю. И путешествия какие-нибудь. Да, какие вот? Что вам не хватает? Вот что вам? Че для счастья не хватает? Не знаю. Кому-то своя студия записи вебинарная. Студия. Кому-то вот Марк. Фотопара. Или видеокамера. Какая-нибудь крутая, навороченная. Камера. И там макбуки, про и так далее. Напишите вот что вам не хватает в качестве артефактов в жизни. Когда будьте готовы, напишите цифру 1. быстро вы, Светлана. Видно, список давно был готов. Так, вот пошли единички. Теперь давайте для бизнеса подумаем. Что вам для бизнеса не хватает? Я не знаю. Может быть, снять какой-то офис красивый. Может быть, тренинговый зал. Я не знаю. Для тренингов снимать какой-то крутой. Или свой вообще делать. может быть какой-нибудь виртуальная доска, на которой можно рисовать. Может, какой-нибудь iPad Pro, вот как я сейчас рисую на iPad Pro. Что-нибудь. Ну, то есть, подумайте, какие вам артефакты не хватает для бизнеса. Там, у меня клиент в коучинге написал, я хочу в офис кондиционер поставить, потому что офис без кондиционера в летом мы просто пипец вымораживаем, то есть, выжигаемся и так далее. Может, телефон новый, телефонную систему, компьютеры другие поставить, нанять в команду там, директора по развитию или маркетолога, или, ну, то есть, что-то вот, что вам еще не хватает, что в бизнесе не хватает. Напишите, пожалуйста, свой списочек. Когда будете готовы, напишите двоечку. Олег уже первым закончил. Прекрасно. Прекрасно. Теперь, во втором, мы оцифруем в деньгах. Сколько вам на это счастье надо денег? Давайте читайте. Сколько стоит, вот, визуально, что вот так, половинки. Сколько стоит машина? Пишем, апгрейд машины. Сколько стоит ремонт? Сколько стоит квартира или дом? сколько стоит там студия и так далее. Вот прописываем, сколько что стоит. Понеслось. Рядом с каждым артефактом прописываем, сколько стоит. Не знаете, сколько стоит? идите в гуглу, ищите. когда будете готовы ставить троечку в чате. жду ваших троечек. Так, отлично. Теперь, наша задача рассчитать, сколько это будет стоить в месяц. То есть, например, если вот машину вы посчитали, сколько вы посчитаете, сколько, если мы возьмете ее на выплату, не знаю, на три года, на год, если это дом тоже, если вы будете брать в ипотеку, сколько будет в месяц? То есть, вот эта колонка, вот здесь, это денег в месяц. Сколько вам вот эта вот штука будет стоить в месяц, если вы не сразу ее купите, а по месячными платежами, разбивая на какое-то количество месяцев или лет? Ну, минимум на год, но там ипотеку, конечно, вы за год не выплатите, ипотека там 10 лет, 15 и так далее. То есть, почитайте, сколько в месяц вам нужно будет денег, если вы это все будете покупать на выплаты. Опять, если оплата какая-то небольшая, там, iPhone, например, просто разбейте на 12. Ну, то есть, чтобы мы разбиваем на год, что вот если мы за год этого всего добьемся. Ну, сколько в месяц мы будем тратить на это? Если это камера, то тоже можно на 12 разбивать. Машину можно, наверное, ну, посмотрите сами. Кто за год хочет выплатить, бейте на год. Кто хочет за 3 года, бейте на 3. Вам нужна какая-то сумма в месяц. Когда будете готовы, напишите 4. У вас есть какая-то сумма, которая вам нужна в месяц. на ваших все артефактов. Так, готовы. подождем сейчас всех остальных. Кто только начал делать упражнения, вы будете догонять уже, конечно. Так, ждем четверочек. Теперь переходим дальше. Вот у вас здесь какая-то сумма в месяц, которая вам нужна. Если в коучинге мы понимаем, что каждый клиент приносит нам 200 тысяч, то сколько это клиентов нам нужно? Вот вопрос. Сколько клиентов нам нужно продать в месяц? Напишите у вас цифру в чат, мне прям интересно. Сколько получилось, сколько вам нужно новых клиентов в месяц, которые оплатят вам все ваши артефакты, все ваши хотелки? Вашу финальную цифру напишите, кому-то 8, кому-то 10, кому-то 3 клиента, 5 клиентов, 5-5, 5-3. У меня, наверное, хотелки большие, у меня 44 получил. Так, 4-3. Отлично. Теперь, допустим, ваша цифра, я не знаю, 5. Чтобы 5 было клиентов, вам нужно сделать с закрытием 10%, вам нужно сделать 50 консультаций. Подумайте сами, ребята, вам нужно сделать 50 консультаций, 50 консультаций, 50, чтобы закрыть ваши 5 клиентов, которые дадут вам все ваши хотелки, которые вы нарисовали. Вдруг все эти артефакты становятся как-то более реалистичными. Кому-то 28 клиентов. Если у вас 28 клиентов, соответственно, вам нужно сделать 280 консультаций бесплатных. Это все равно вменяемая цифра. И вы все, что вы написали вот про жизнь, все, что вы написали про бизнес, у вас все это будет. У кого инсайт сейчас? У меня прям был финансовый инсайт здесь с бесплатными консультациями. Я когда почитал, сколько это в консультациях, я понял, блин, это же вот, это все реально. Кого еще заинсайтила? Ну, то есть, это прям вот, это прям совсем близко. вот цифра. Причем, не просто, что вот надо делать, надо делать. Вот цифра ваша. Вот для всех ваших атрибутов, артефактов для жизни и для бизнеса. Вот реально ваша цифра. И все. И все. Супер. Вам домашнее задание тогда. Дополнительное. Можем, если хотите, в чате обсуждать этот проект. А теперь давайте ускоритель возьмем. Вот это вот, вот этот весь ускоритель. Напишите, пожалуйста, давайте новую страничку, какой артефакт из вышеперечисленных вас больше всего зажигает. Вот прям больше всего зажигает. Вот прям вот, прям вот, в чате можете ее прямо написать. Прям вот, аж хочу, не могу. Какой артефакт зажигает больше всего? Давайте подождем. В чате можно написать. Какой из этих всех артефактов вот прям, ооо, как зажигает. Вот прям вот, один. Один какой-то артефакт. Вот один. Опять, вы можете закодировано написать. Личный коучинг у, три точки. Суперечески. Квартира в ЖК Мосфильмовский. Замечательно. Путешествия. Какие? Четко, четко, какие? Поменять квартиру. Хорошо. Вам два задания. Задание номер один. Тест-драйв. Вам хочется, ЖК Мосфильмовский, поезжайте в ЖК Мосфильмовский, посмотрите эти квартиры, выберите квартиру, зайдите в нее, потрогайте отделку, посмотрите, как она вам, машина-место, проверьте, как там внутренний дворик, проверьте. Ходите в Феррари, например, да, найдите, где можно на день взять Феррари, заработайте на этот тест-драйв, если нужно, если за деньги, если нельзя, это бесплатно. Идите сделать тест-драйв. Вот, идите, сделайте тест-драйв. Если вы хотите личный коучинг, купите, заработайте, купите одну консультацию. Идите на тест-драйв своей самой большой хотелки. У вас эмоции от этого будет немерено, вот немерено от тест-драйва. Вот я сейчас, на следующей неделе еду в Штаты, оттест-драйвлю один из моих артефактов. Поделюсь с вами, если вам будет интересно, в чате виртуального коучинга поделюсь, даже вам обзор сделаю, если опять же будет как кого-то мои инсайты будут штырить. Мне кажется, будет прикольно. Второе. Если это ваше, посчитайте, сколько вам этот артефакт нужно сделать клиентов. Сколько клиентов. И сколько для него консультаций. И первым сделайте его. Первым сделайте вот этот артефакт. Если он слишком большой, то сделать его вторым. Первым сделать то, что сделать можно быстрее, что у меня артефакт стоит, ну, очень хороших, прям вот, неприлично, сука, хороших денег. А я еду на тест-драйв, и я другие буду делать, закрывать артефакты, но я его хочу, я его, я все равно его добьюсь. Вот, задача тогда будет, это ваша дополнительная мотивация, что, сделать нужное количество консультаций, чтобы его достичь. Второй вопрос. Какой из этих тест-драйвов, извините, какой из этих артефактов для вас наиболее простой? Самый простой артефакт? Напишите, пожалуйста. Самый быстро достижимый. С одного клиента, с полклиента, например, я не знаю. Самый быстро достижимый артефакт. Там, поездка куда-нибудь, пошли, в чип-трип. Можно в чип-трипе из Москвы на двоих улететь куда-нибудь, я не знаю, в Грецию, на Кипр, за 50 тысяч рублей, за 30 тысяч рублей. Для кого-то машина, пожалуйста. Самый простой, самый быстро достижимый. Макбук, абонемент в бассейн, SMM-менеджер, поездка, наружная реклама, центра йоги. Суперически. Опять, посчитайте только его. Сколько вам нужно клиентов, и сколько вам нужно бесплатных консультаций. И его сделайте. Вот прямо ваше следующее задание. Сделайте. Но есть проблема с финансами, такая штука. Вы, как только сделаете этот артефакт, денег на этот артефакт, вам тут же захочется деньги потратить куда-то еще. Купите помаду, купите себе массажный стул, купите себе, я не знаю, пойти, купить новый костюм, пойти туфли какие-нибудь, там, день рождения отпраздновать и так далее. Ни в коем, вот не давайте себе слезть. Если вы на артефакт заработаете денег и его не купите, то дальше система перестает работать. Кто, кстати, это замечал у себя? Вот вы ставите себе цель машину, вот вы зарабатываете, сука, ровно на эту машину. Если вы машину не покупаете, все, у вас как будто кто-то выключает поток денег. Было такое? И дальше вы как бы себе на зарплату зарабатываете, но вот экстра дополнительно ничего не зарабатываете. Ваша задача поставили цель артефакта, зафинальте его. Очень важно. Прям вот очень важно. Купить, вам будет тяжело, не знаю, в программе с кем-то скоопилируйтесь с другим коучем, чтобы вы его пинали, а он вас, или вы ее, она вас. Чтобы вот как раз вот целевой использованный средств, совершенно верно, очень будет сложно. Вот это последние 2% самые тяжелые психологические, что вы уже нашли денег, вы уже провели эти консультации, вам уже подписали договор и даже его оплатили. Вот они капнули вам на этот самый, вам тут захотелось ребенку что-нибудь купить, отправить его в летний лагерь, купить себе курсы английского, любую другую херь. Сразу будет хотеться купить все. Бейте себе по рукам. Купите тот артефакт, на который вы настроились. Дальше будет проще. Эти деньги тут же вернутся. А кто это замечал? Если вы себе поставили цель, ровно на эту цель набрали денег и купили вот эту цель, эти деньги тут же приходят обратно. Это неразменный рубль получается. Кто это замечал? У кого такое было в жизни? Что у вас от этих эмоций настолько штырит, что вы начинаете уже резко лучше работать, раньше вставать, больше делать и как-то мир становится более дужелюбный к вам. этот неразменный рубль возвращается. И дальше вы можете покупать ребенку, зубы, бассейн и так далее. То есть всю вот эту дополнительную херь, которая вдруг резко станет важна. Пожалуйста. Все, задание получили. Отлично. По программе есть ли какие-то вопросы? Если у вас вам нужна будет помощь поэтому